Здравствуйте! Вы смотрите Geek Movies! Да и Marvel не раз критиковали, что из-за огромного обилия новых персонажей, зрителям приходится годами ждать продолжения истории условного Шан-Чи, лунного рыцаря или даже нового Капитана Америка. В этом видео наша команда постарается взглянуть на перспективное будущее Уэйда и Логана в MCU, представить оптимальные концепты для их следующих фильмов или просто весело пофантазировать на тему «Что если?». Дэдпул и Росомаха вернули фанатов в золотую эпоху кинокомиксов, а значит появился отличный повод заново пересмотреть любимую супергеройку. Сделать это можно в онлайн кинотеатре «Флекс». Здесь вы можете без рекламы насладиться огромным количеством ваших любимых фильмов и сериалов от ведущих мировых студий, в том числе и всеми фильмами киновселенных Marvel и Fox. Помимо них на «Флексе» вас ждут трансляции спортивных событий со всего мира и новинки кино, которые не вышли в кинотеатрах РФ, такие как «Гадкий Я-4», «Тихое место», «День первый» и «Плохие парни до конца». Как новые, так и старые проекты доступны в эксклюзивной профессиональной озвучке от TV Shows. Кроме того, на сервисе есть сериалы с Netflix, Amazon, Apple+, HBO и Disney+, включая Людей Х-97, Локи и «Что если?». Все это можно смотреть в максимальном качестве 4К с объемным звуком 5.1 благодаря собственному плееру «Флекса», в котором ничего не тормозит, а с удобным приложением сервиса для Android и iOS вы сможете взять кино и сериалы в дорогу, загрузив их на свой смартфон или планшет. Приложение можно поставить и на Smart TV. Переходите по ссылке в описании и оформляйте подписку на «Флекс» с промокодом «Череват24». Он даст вам скидку 50% на любой тариф. Месячная подписка при этом будет стоить меньше 100 рублей. И начнем мы с деталей, которые имеем на данный момент. В вышедшей картине создатели делают особый акцент на то, что приключения героев только начинаются. Об этом говорит как таинственная заинтересованность высшего руководства ТВА в Уэйде, так и метакомментарии самого героя, который два раза отшутился, что Хью будет играть Росомаху до 90 лет. Масло в огонь подливает и момент с плачущим Тором, который подарил бесконечное количество мемов, а также серию твиттерских подколов между Крисом Хемсвортом и Райаном Рейнольдсом. В любой другой ситуации мы бы посмеялись и пошли дальше, однако здесь нам чуть ли не открытым текстом заявляют, что тема обязательно будет раскрыта. Поэтому мы со стопроцентной вероятностью уверены, что как Дэдпул, так и Росомаха станут ключевыми героями для следующих двух частей «Мстителей». Благо, подтверждает это сам концепт проекта, представляющий для нынешней саги высшую точку всего того, что связано с мультивселенной. Однако помимо кроссовера, для болтливого наемника существуют и другие двери. И одну из таких мы считаем полноценным продолжением Дэдпула и Росомахи до «Секретных войн». Да, вы не ослышались. Мы уже долгое время продвигаем теорию, что одним из неизвестных слотов между пятой и шестой частями «Мстителей» является четвертый фильм о болтливом наемнике, потому что это гарантированный шанс для студии заработать лишний миллиардик в прокате, еще больше раскрыть глобальный конфликт с Доктором Думом, ну и заодно укрепить тему наследия проектов Marvel от Fox. Последнее имеет смысл во многом из-за того, что Дэдпул и Росомаха раскрыли далеко не весь потенциал классических персонажей. Из различных интервью и концепт-артов мы знаем, что авторы рассматривали возможность добавить персонажей по типу «Сорвиголовы» Аффлека, «Гонщика Кейджа» и даже «Фантастическую четверку» 2015 года. Да, по итогу все упиралось в бюджет, однако кассовые сборы ленты дают понять, что если во что и надо финансировать, так это в новые части Дэдпула, поэтому на месте Файги или Боба Айгера мы бы давно дали добро на новый фильм, а не ждали результатов сомнительного «Капитана Америка 4» и «Громовержцев». Но каким же будет тогда сюжет для проекта? Что ж, тут нам на помощь приходит мир битв, который, согласно комиксам, образовался в результате полного уничтожения мультивселенной, завладев силами потусторонних, Доктор Дум использовал их, чтобы спасти осколки некоторых вселенных, тем самым образовав единый мир, в котором провозгласил себя богом. Собственно, это то, о чем мы рассказывали вам на протяжении долгого времени. Сейчас практически все уверены, что Файги и Руссо пойдут по идентичному пути. То есть придет Доктор Дум, начнет сталкивать друг с другом вселенные, герои проиграют, а под конец «Мстителей 5» образует новый единый мир, и все это ознаменует начало секретных войн. И в случае с фансервисностью и мемностью Дэдпула, четвертая его часть могла бы стать отличным дополнением ко глобальной истории. Ведь, как мы уже говорили ранее, у создателей есть отличная возможность завершить эпоху старых фильмов Марвел с огромным размахом. Тут вам и полный набор людей Икс с Циклопом, Шторм, Зверем, Магнета и вероятное возвращение олдскульных сорвиголовы, Карателя и Призрачного Гонщика, и еще многое-многое другое. Подливает масло в огонь и сам Райан Рейнольдс, который после выхода Дэдпула и Росомахи продолжает сыпать хвалебные оды своему касту, в частности, Чейнингу Татуму в роли Гамбита и Блейду Снайпса. С последним так и вовсе получается неловкая ситуация, так как Райан на весь интернет призывает дать Уэсли больше присутствия в киновселенной. И это при наличии бедного Махершела Али, который уже пятый год не может дождаться сценарий к своему фильму. Поэтому мы уверены, что если Дэдпула 4 и одобрят, то фанатов ждут огромные сюрпризы, однако для нас самым вкусным моментом являются потенциальные злодеи. И тут мы возвращаемся к той самой сцене с Росомахой и Халком. В Marvel наверняка знают, что культовая схватка героев является самой желанной экранизацией для фанатов. И если верить словам инсайдера Алекса Переза, то студия планирует воплотить мечту до окончания Секретных войн, то есть не в рамках следующей саги, когда нас уже ждет перезагружаемая вселенная, а именно где-то возле пятых и шестых Мстителей. Да, если мы вспомним, в каком положении сейчас находится Халк, то без смеха такую возможность и не оценишь. Однако мультивселенная на то и мультивселенная, что дает безграничные варианты знакомых нам персонажей. И одним из таких является Маэстро. В первоисточнике это злая версия Халка, родом из альтернативного будущего, который также имел опыт схватки с Логаном. Интересно то, что в рамках комиксовых Секретных войн Маэстро был правителем одной из областей мира битв, а также самым приближенным советником Доктора Дума. Поэтому здесь Марвел достаточно взять уже готовый концепт и адаптировать его под потенциальный четвертый фильм о Дэдпуле, а в лучшем случае позвать на эту роль Эрика Бана, исполнителя роли Брюса Беннера в фильме 2003 года. Тем самым мы бы получили органичную кульминацию для старичков начала двухтысячных. Хорошая новость, что это не единственный противник, от которого будут в восторге фанаты. И если верить тому же инсайдеру Алексу Перезу, то студия рассматривала возможность вернуть к роли Рида Ричардса самого Йона Гриффита из четверки 2005 года. Да не просто вернуть, а сделать из него создателя злодейскую версию Мистера Фантастика из Ultimate Вселенной. Его история в комиксах довольно обширна, и для нас важно понимать лишь, что он сыграл значимую роль в сюжете Секретных войн и обладает огромным уровнем цинизма и жестокости. Поэтому в потенциале его экранизация может обладать хорошей предысторией, которая 100% откликнется в сердцах фанатов. Об этом мало кто говорит, но существование персонажа в мультивселенной упоминал человек-факел Эванса. Причем из слов Джонни становится ясно, что это Рид активно изучал устройство мироздания и даже был в курсе существования пустоты. Да, дальнейшую судьбу его нам не раскрывают, однако из интересных фактов мы точно знаем, что его вселенная канула в небытие, и он точно не погиб от рук Кассандры Новы. Опять же, не факт, что новое приключение Уэйда и Логана будет происходить только в рамках мира битв. Однако именно это место может дать тот самый апогей фан-сервисной шумихе, который плавно перетекает в шестую часть Мстителей, а следом в перезагруженную вселенную. Еще одной перспективной для нас идеей является кроссовер с паучком. И тут все просто, каждый желает, чтобы это произошло. От Шона Леви, который выразил готовность срежиссировать подобный фильм, до Рейнольдса и Холланда, которые в своих интервью то и дело фантазируют о взаимодействии своих персонажей в кино. Единственным камнем преткновения может стать продюсерский вопрос, ведь каждый знает, насколько сложно Марвел и Сони договариваются касаемо паучьих проектов, и их контракт вряд ли подразумевает, что в заголовке фильма будет фигурировать кто-то еще. Поэтому во встречу персонажей в условных Мстителях мы однозначно верим, но стоит ли от этого ожидать нечто большее? Хм, сомнительно, но надежда есть. Точно так же, как и на долгожданную экранизацию Силы Икс. О ней мы говорим с 2018 года. И более чем уверены, что Райан не отрекся от идеи и просто ждет подходящего момента. И этим подходящим моментом, на наш взгляд, является сага о мутантах. Очевидно, что после секретных войн Файги понадобятся мощные козыри, чтобы сохранить аудиторию, а Рейнольдс не раз доказывал, что он в этом деле настоящий профи. Более объемно по теме Силы Икс мы поговорили в одном из предыдущих выпусков, поэтому, если желаете еще больше погрузиться в потенциальный проект саги мутантов, а также услышать рассуждения о возможном будущем кейбла в MCU, то вперед. А то, на наш взгляд, ролик имеет несправедливо мало просмотров. Ну а завершим мы наш материал мультиками. Да, ими самыми. Сейчас внутри Marvel Studios разрабатывается множество подобных проектов. И если верить инсайдам, то одним из таких является полноценный мультфильм для кинотеатров в духе города героев и погрома мутантов. А Дэдпул, на наш взгляд, имеет все шансы возглавить что-то такое. Это может быть как мультсериал в духе Харли Квинн со взрослым рейтингом сатирой в сторону кинокомиксов и веселым трэш-очком, так и собственная версия паутины вселенных, в которых Уэйд исследует мультиверс в компании своих вариантов и делает то, что вряд ли бы делал Человек-паук. Да, тема мультивселенной многим уже, мягко говоря, поднадоела, однако проекты о Майлсе Моралесе доказали, что такая тематика может быть креативно воплощена в рамках анимации. А у Дэдпула, помимо различных версий самого себя, есть преимущество со взрослым рейтингом, вовлеченностью Райана Рейнольдса и отличным сарафанным радио. И если концепт дойдет до экранизации, то Файги со своей командой могут войти в историю, как первые, кто выпустил в кинотеатрах анимационный кинокомикс Марвел с рейтингом ARR. Ну, в крайнем случае, можно сделать ставку на мультсериал. Уверены, что и там найдется место для креатива и достойного юмора. И на этой ноте мы завершаем выпуск. Пишите в комментариях, какое будущее вы видите для Дэдпула и его друзей в рамках MCU. Как вы относитесь к потенциальной критике в рамках мира битв? И что думаете о потенциальной силе Икс? Всем до скорых встреч, друзья!